Глава седьмая Глава седьмая Несколько товарищей, глупых малышей, толпившихся тут же, засмеялись на слова Передонова. Им тоже весело было дразнить Мишу. Церковь во имя пророка Ильи, старая, построенная еще при царе Михаиле, стояла на площади против гимназии. Поэтому по праздникам, к обедней и всеночной, гимназисты обязаны были сюда собираться и стоять с левой стороны у предела святой Екатерины, великомученицы, рядами. А сзади помещался один из помощников классных наставников для надзора. Тут же рядом, поближе к середине храма, становились учителя гимназии, инспектор и директор со своими семьями. Собирались обыкновенно почти все православные гимназисты, кроме немногих, которым разрешено было посещать свои приходские церкви с родителями. Хор из гимназистов пел хорошо, и потому церковь посещалась первогильдийным купечеством, чиновниками и помещичьими семьями. Простого народа бывало немного, тем более, что обедню здесь служили сообразно с желанием директора, позже, чем в других церквах. Передонов встал на привычное свое место. Певчие отсюда все были ему видны. Щуря глаза, он смотрел на них и думал, что они стоят беспорядочно, и что он подтянул бы их, если бы он был инспектором гимназии. Вот смуглый Крамаренко, маленький, тоненький, вертлявый, все оборачивается то туда, то сюда, шепчет что-то, улыбается, и никто-то его не уймет. Точно никому и дела нет. — Безобразие, — думал Передонов, — эти певчие всегда негодяи. У Черномазова мальчишки звонкий, чистый дискант, так он уж думает, что и в церкви можно шептать и улыбаться. И хмурился Передонов. Рядом с ним стал пришедший попозже инспектор народных училищ Сергей Потапович Богданов. Старик с коричневым глупым лицом, на котором постоянно было такое выражение, как будто он хотел объяснить кому-то что-то такое, чего еще и сам никак не мог понять. Никого так легко нельзя было удивить или испугать, как Богданова. Чуть услышит что-нибудь новое или тревожное, и уже лоб его наморщивается от внутреннего болезненного усилия, и изо рта вылетают беспорядочные, сметенные восклицания. Передонов наклонился к нему и сказал шепотом. — У вас учительница одна в красной рубашке ходит. Богданов испугался. Белая еретица его трусливо затряслась на подбородке. — Что-что вы говорите? — сипло зашептал он. — Кто, кто такая? — Да вот, горластая-то. Толстуха-то эта. Как ее? Не знаю. — шептал Передонов. — Горластая, горластая, — растерянно припоминал Богданов. — Это Скобочкина, да? — Ну да, — подтвердил Передонов. — А как же, как же так? — восклицал шепотом Богданов. — Скобочкина в красной рубашке, а? Вы сами видели? — Видел? Да она, говорят, и в школе так щеголяет. А то и хуже бывает. Сарафан наденет, совсем как простая девка ходит. — А скажите? Надо, надо узнать. Так нельзя, нельзя. Уволить за это следует. Уволить? — лепетал Богданов. — Она всегда такая была. Обед не кончилась. Выходили из церкви. Передонов сказал Крамаренку. — Ты, черныш-агарыш, зачем в церкви улыбался? — Вот погоди уже, отцу скажу. Передонов говорил, иногда ты гимназистом не из дворян. Дворянам же он всегда говорил вы. Он узнавал в канцелярии, кто какого сословия, и его память цепко держалась за эти различия. Крамаренко посмотрел на Передонова с удивлением и молча пробежал мимо. Он принадлежал к числу тех гимназистов, которые находили Передонова грубым, глупым и несправедливым, и зато ненавидели и презирали его. Таких было большинство. Передонов думал, что это те, кого директор подговаривает против него. Если не сам, то через сыновей. К Передонову подошел уже за оградую Володин с радостным хихиканьем. Лицо, как у уменинника, блаженно, котелок на затылке, тросточка на перехват. — Знаешь, что я тебе скажу, Ордальон Борисыч, — зашептал он радостно. — Я уговорил Черепнина, и он на днях выможет Марти дегтям ворота. Передонов помолчал, соображая что-то, и вдруг угрюмо захохотал. Володин так же быстро перестал осклабляться, принял скромный вид, поправил котелок, и, поглядывая на небо и помахивая тросточкой, сказал, — Хорошая погодка, а к вечеру, пожалуй, дождик соберется. — Ну и пусть дождичек, мы с будущим инспектором дома посидим. — Не очень-то мне дома сидеть можно, — сказал Передонов. — У меня нынче дела, надо в город ходить. Володин сделал понимающее лицо, хотя, конечно, не знал, какие это нашлись вдруг у Передонова дела. А Передонов думал, что ему необходимо будет сделать несколько визитов. Вчерашняя случайная встреча с жандармским офицером навела его на мысль, которая показалась ему весьма дельную. — Обойти всех значительных в городе лиц и уверить их в своей благонадежности. Если это удастся, тогда, в случае чего, у Передонова найдутся заступники в городе, которые засвидетельствуют его правильный образ мыслей. — Куда же вы, Ордальон Борисович? — спросил Володин, видя, что Передонов сворачивает с того пути, по которому всегда возвращался. — Разве вы не домой? — Нет, я домой, — ответил Передонов. — Только я нынче боюсь по той улице ходить. — Почему же? — Там дурману много растет и запах тяжелый. Это на меня сильно действует, одурманивает. У меня нынче нервы слабы. Все неприятности. Володин опять придал своему лицу понимающее и сочувственное выражение. По дороге Передонов сорвал несколько шишек от черта полоха и сунул их в карман. — Это для чего ж вы собираете? — о складе спросил Володин. — Для кота, — хмуро ответил Передонов. — Лепить в шкуру будете? — деловито осведомился Володин. — Да. Володин захихикал. — Вы без меня не начинайте, — сказал он. — Занятно. Передонов пригласил его зайти сейчас, но Володин сказал, что у него есть дело. Он вдруг почувствовал, что как-то неприлично все не иметь дело. Слова Передонова о своих делах подстрекали его, и он сообразил, что хорошо бы теперь самостоятельно зайти к барышне Адаменко и сказать ей, что у него есть новые и очень изящные рисунки для рамочек. Так не хочет ли она посмотреть? — Кстати, — думал Володин, — Надежда Васильевна угостит его кофейком. Так Володин и сделал. И еще придумал одну замысловатую штуку. Предложил Надежде Васильевне заниматься с ее братом ручным трудом. Надежда Васильевна подумала, что Володин нуждается в заработке, и немедленно согласилась. Условились заниматься три раза в неделю по два часа за 30 рублей в месяц. Володин был в восторге и денежке, и возможность частых встреч с Надеждой Васильевной. Передонов вернулся домой мрачный, как всегда. Варвара, бледная от бессонной ночи, заворчала. Мог бы вчера сказать, что не придешь. Передонов, дразняя ее, рассказал, что ездил к Марте. Варвара молчала. У нее в руках было княгиня на письмо. Хоть и поддельное, а все-таки. За завтраком она сказала, ухмыляясь. — Пока ты там возжался с Марфушкой, здесь я без тебя ответ получила от княгини. — А ты разве ей писала? — спросил Передонов. Лицо его оживилось отблеском тусклого ожидания. — Ну вот, валяет Петрушку, — отвечала Варвара со смехом. — Ведь сам же велел писать. — Ну, что же она пишет? — спросил Передонов тревожно. — Вот письмо. Читай сам. Варвара порылась в карманах, словно искала засунутое куда-то письмо. Потом достала его и подала Передонову. Он оставил еду и с жадностью накинулся на письмо. Прочел и обрадовался. Вот, наконец, ясное и положительное обещание. Никаких сомнений у него не явилось. Он наскоро кончил завтрак и пошел показывать письмо знакомым и приятелям. Угрюмо-одушевленный, он быстро вошел в Вершинский сад. Вершина, как почти всегда, стояла у калитки и курила. Она обрадовалась. Раньше его надо было заманивать, теперь сам зашел. Вершина подумала. Вот что значит проехался-то с барышней. Побыл с ней, вот и прибежал. Уж не хочет ли свататься? Тревожно и радостно думала она. Передонов тотчас же разочаровал ее. Показал письмо. — Вот вы все сомневались, — сказал он, — а вот сама княгиня пишет. Вот почитайте, сами увидите. Вершина недоверчиво посмотрела на письмо, быстро несколько раз пыхнула на него табачным дымом, криво усмехнулась и спросила тихо и быстро, а где же конверт? Передонов вдруг испугался. Он подумал, что Варвара могла и обмануть его письмом. Взяла да сама написала. Надо потребовать от нее конверт как можно скорее. — Я не знаю, — сказала он, — надо спросить. Он поспешно простился с Вершина и быстро пошел назад к своему дому. Необходимо было как можно скорее удостовериться в происхождении этого письма. Внезапное сомнение так мучительно. Вершина, стоя у калитки, смотрела за ним, криво улыбаясь, и торопливо дымила папироскую, словно спеша окончить к сроку заданный сегодня урок. С испуганным и отчаянным лицом Передонов прибежал домой и крикнул еще в передний, голосом хриплым от волнения. — Варвара, где же конверт? — Какой конверт? — спросила Варвара дрогнувшим голосом. Она смотрела на Передонова нахально, но покраснела бы, если бы не была раскрашена. — Конверт от княгини, что письмо сегодня принесли, — объяснил Передонов, испуганно и злобно глядя на Варвару. Варвара напряженно засмеялась. — Вот, я сожгла, на что мне его? — сказала она. — Что же, собирать, что ли, конверты? Коллекцию составлять? — Так ведь денег за конверты не платят. Это только за бутылки в кабаке деньги назад дают. Передонов мрачный ходил по горницам и ворчал. — Княгини тоже бывают всякие, знаем мы. — Может быть, здесь эта княгиня живет? Варвара притворялась, что не догадывается о его подозрениях, но жестоко трусила. Когда к вечеру Передонов проходил мимо Вершинского сада, Вершина остановила его. — Нашли конверт? — спросила она. — Да Варя говорит, что сожгла его, — ответил Передонов. Вершина засмеялась, и белые тонкие облачка от табачного дыма заколебались перед нею в тихом и нежарком воздухе. — Странно, — сказала она. — Как это так ваша сестрица неосторожно? Деловое письмо, и вдруг без конверта? Все ж таки по штемпелю видно было бы, когда послали письмо и откуда. Передонов жестоко досадовал. Напрасно Вершина звала его зайти в сад, напрасно обещала погадать на картах. Передонов ушел. Но все же он показывал приятелям это письмо и хвастался. И приятели верили. А Передонов не знал, верить или не верить. На всякий случай решился он со вторника начать оправдательные свои посещения к значительным в городе особым. С понедельника нельзя. Тяжелый день.